Так, Imaginarium есть, Activity есть, Uno есть, отлично, и да, и мои любимые головоломки железные, можно очень много времени на них потратить. Понятно, Жень, ты решил расстаться с детством и раздарить все свои настолки или, может быть, подарки готовишь племянникам? Вот сейчас прям, я провожу ревизию перед длинными каникулами, когда, вот вспомните, когда все салаты будут съедены, когда все диваны будут со всех сторон излежаны, а на календаре всего лишь второе января! Да, помнишь, помнишь этот ужас в глазах, и нужно же что-то делать, и впереди еще целые недели выходных, это чудовище! Ну вообще у меня такой проблемы нет, просто не существует, я всегда знаю, чем заняться. Ну хорошо, вот ты поможешь нам, мне и телезрителям, и мы узнаем вместе, как провести эти выходные. Доброе утро, губерния, в студии гид по январским праздникам, Саша Байдачная. И паникер Женя Плотников, я пока еще не знаю, чем конкретно займусь в эти длинные выходные, а ТАСПлюс, по крайней мере, точно, но я знаю, чем я заниматься не хочу, скучать и набирать лишний килограмм. Я думаю, что жители нашей губернии со мной согласятся, давайте это проверим. Готовиться к экзамену. Дом сидеть, уроки учить, работать. Спать, я не хочу спать, новогодние каникулы, ни за что. Сдавать сессию. Я не захочу заниматься уборкой дома. Готовиться к сессии. Сидеть на месте, ничего не делать. Не встречаться с друзьями, просто сидеть дома и ничего не делать, не хочется. Уроками школьными. Ну, наверное, плохими делами. Готовка к сессии. Мне бы точно не хотелось работать, мне бы хотелось отдыхать, новогодние каникулы. Ну, не зря же я принес вот все это богатство в нашу студию. Настольные игры могут подарить массу эмоций, массу эмоций даже самым непоседливым гражданам. Но вот смотрите, если вы, например, даже кандидат наук и окружает вас ровно такие же кандидаты наук, которые хотят анализировать, то вам подойдет отличная настольная игра под названием Колонизаторы. А эта игра спокойная, вдумчивая и требующая умственного напряжения. Ну, а если хотите эмоций и развитие реакции, то смело берите шикарную игру Uno. Игра — это действительно отличный вариант для зимнего досуга. Только я сторонница более активных забав. Так что, друзья, обязательно поиграйте в Тарантинки. Объясняю. Это игра, где участники лепят себе на лоб бумажки с именами известных героев, книжек и фильмов. Задача угадать, кто ты, задавай вопросы. Или прокачайте свои актерские способности. В игре «Крокодил» тоже вариант, почему бы и нет. Главное, главное — не запирайтесь дома. Чаще выходите на улицу, прогуливайтесь и наслаждайтесь замечательной зимней погодой. Вот насколько она замечательная будет сегодня, узнаем прямо сейчас. Облачная погода ожидает регион в четверг. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. В некоторых районах температура воздуха опустится до 13 градусов ниже нуля. На севере и западе от 7 до 10 мороза. На востоке и йоге минус 4, минус 7. Днем в Самаре и Тольятти столбики термометров покажут 5 градусов мороза. Ночью минус 8. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Я не понимаю, как вообще можно мучиться вопросом, чем заняться на выходных. Когда можно заниматься добрыми делами, новогодние каникулы, нам всем как раз выпадет такой шанс. Поучаствуйте в акции «Мечты сбываются 2017». Благодаря этой самой акции вы сможете почувствовать себя настоящим Дедом Морозом. И исполнить чью-то детскую мечту. Все просто. Ребята из Самарского центра «Ровесник» загадали новогодние желания. Список этих желаний есть в ВКонтакте, в группе «Мечты сбываются». Запомните. Исполнить их вполне по силам. В списке очень простые вещи. Джинсы, кроссовки, ну или конструктор. А 6 января вы сможете лично вручить все подарки и сделать счастливее, ребят, на Новый год. Записывайте адрес улицы Старозагора, 113А. И тогда с чувством выполненного долга и в отличном настроении отправляйтесь, да хоть в горы. Может быть, это ваша мечта? Отличный вообще вариант. Благо в нашей области есть куда отправиться и опытным туристам с палатками, и тем, кто только начинает карьеру, например, спортсмена-горнолыжника или сноубордиста. В первом случае к вашим услугам туристические маршруты Жигулевских гор. Только помните, что такие приключения зимой крайне опасны, поэтому никаких спонтанных шагов и походы должны быть только с опытным гидом. Ни в коем случае не на спор. Только в компании опытного гида можно такие штуки проворачивать. Вот вообще я понимаю, вот этот настоящий экстремальный досуг будет чем заняться на выходные. Начинающих спортсменов твои рекомендации тоже, между прочим, касаются. Знаю, что многие в этом году хотят заняться зимними видами спорта и каникулы в этом как нельзя кстати в этом случае. Успехов вам, друзья! Пусть у вас все получится. Вот еще один вариант проведения новогодних праздников. Найдите, начните заниматься тем, что очень давно откладывали. Вот теперь времени вагон. Все, не отвертитесь. Может быть, вы когда-то давно хотели выучить китайский язык или прочитать кучу книжек по саморазвитию. Вот вперед. Лучшего момента для того, чтобы начать что-то новое, просто не найти. Пока вы свободны, успеете втянуться, а потом все пойдет как по маслу. Давайте, давайте, и нечего тут отговорки искать. Давайте начнем, например, зарядку делать. Вот прямо сейчас. Всем доброе утро! С вами клуб Батек Веллес. И сейчас мы проведем детскую зарядку. Повторяйте с нами. Ноги на ширине плеч и голова. Наклоны вперед. Да, да, да. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй. Еще разочек. Да, да, да. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй. Теперь круговые движения в одну сторону. Отлично. И в другую. Молодцы. Теперь поработаем плечиками. Правое на верх, вниз, вверх, вниз. Поактивней. Отлично. Поменяли плечико. Левое вверх, вниз, вверх, вниз. Молодцы. Соединяем. Два поочередно. Оп. И вверх, вниз, вверх, вниз. Поставили пальчики на плечики. Круговые движения. Вперед. Отлично. Еще 4, 3, 2, 1. И назад. И еще 4, 3, 2, 1. Вытянули ручки в сторону. Кисти. Круговые движения. Поднимаю ручки наверх. Солнышко. И возвращаем на место. И еще разочек. На верх. И на место. А теперь от локоточка круговые движения к себе. Поактивней. Хорошо. И в другую сторону обратно. Отлично. Опустили наши руки. И большие круговые движения с вами. Вперед. 4, 3, 2, 1. И назад. Отлично. И еще 4, 3, 2, 1. Поставили ручки на пояс. Наклон корпуса вперед. Право. Назад. И влево. Еще раз. Вперед. Право. Назад. Влево. А теперь соединяем. Хорошо. Еще два раза. Отлично. И последний. Все то же самое влево. Вперед. Наклоняемся. Теперь влево. Назад. Вправо. Еще раз. Вперед. Влево. Назад. И вправо. И все соединяем. И еще два раза. Отлично. И последний. Потянулись теперь вправо. Левой ручкой. И влево. А теперь двумя руками. Вперед тянемся. И соединяем наши ножки. Вместе. Марш. Поднимаем наши колени выше. Отлично. Еще выше. Выше. Молодцы. А теперь вдох. И выдох. Еще разочек. Вдох. Ручки наверх. Выдох. Низ. Впол. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Ручки опустили. Без наклона. Поставили руки на пояс. И прыгаем. Высоко. А теперь ножки широко вместе. Отлично. И добавляем ручки. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Молодцы. Еще 4. 3. 2. И последний. И вдох наверх. Выдох. Вдох. Выдох. Всем хорошего дня. С вами был клуб Батек Велнос. Доброе утро, друзья. У нас снова минутка музыкальной истории. А точнее, пятиминутка. 5 минут, 5 минут. Или петенка про 5 минут. Саундтрек первого советского новогоднего мюзикла «Карнавальная ночь» далекого 1956 года. Для режиссера Ильдара Рязанова «Карнавальная ночь» стала дебютом. Сначала он вместе с композитором Анатолием Лепиным и поэтом Владимиром Лившицем придумал тему будущего хита. Что же можно спеть за 5 минут? Потом возникла идея начать концертный номер за 5 минут до начала Нового года. Логично, что песенка должна была продлиться ровно 5 минут и закончиться боем курантов. Так и вышло. Композицию исполнил оркестр Эдди Рознера. Музыканты располагались на циферблате гигантского будильника. Знаменитый ударник Борис Матвеев на кнопке звонка. Ну а Людмила Гурченко выходила прямо из часов и исполняла эту песню в зале среди публики. Кстати, музыкантам Рознера произведение сначала совсем не понравилось и переубедить их смог только невероятный успех незатейливой песенки про 5 минут, которые по сей день неизменно сопровождают новогоднее торжество. Пора включать музыку на полную катушку, слушать добрые песни и наполняться новогодним настроением. Это была рубрика «Как по нотам». Увидимся в следующем году и обязательно споемся. Песенка про 5 минут прямо сейчас. Не жениться ни за что и никогда, но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. На календаре 29 декабря. Ровно 160 лет назад, 29 декабря 1856 года, газета «Самарские губернские ведомости» опубликовала объявление губернского правления. В нем сообщалось, что самарцы обязаны извещать городскую полицию обо всех приезжающих и уезжающих из губернской столицы лицах. За неисполнение данного поручения правление грозило штрафом в 25 копеек серебром в сутки за каждого человека. Такая мера применялась как из соображений безопасности, так и для получения информации о миграционных процессах, происходивших на тот момент в Самарской губернии. В 29-й день декабря в разные годы появились на свет российская императрица Елизавета Петровна из династии Романовых, известный архитектор, один из создателей русского ампира Карл Росси, американский актер, лауреат премии «Оскар» Джон Войт, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра «Луны» Сергей Проханов, эстрадный пародист, телеведущий Михаил Грушевский, комедийная актриса, бывшая КВНщица Полина Себогатулина и прочие знаменитости. День ангела сегодня у Александра, Аркадия и Софьи. А в народном календаре 29 декабря день Агея и Нисея. С самого утра наши предки внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые святки. Такое случалось нередко. Агей-пророк сеет иней на порог. Поговорили люди. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого крещения. Крестьяне смотрели так же, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что предстоящее лето будет неурожайным. А еще по погоде на Агея судили о том, каким будет следующий апрель. Таким был в истории 29 день декабря. Прекрасного настроения вам и успехов во всех предновогодних делах. Друзья, вы тоже можете стать участниками нашей программы. Для этого нужно прислать свои фотографии к нам в редакцию. Выкладывайте их в группе ВКонтакте, которая называется «Утро губернии». Там есть специальный альбом «Яркие кадры». Туда нужно их загрузить, выложить. А мы с удовольствием покажем в нашем эфире все самое интересное. Новый год на носу и мыслями мы уже там. В новогодней ночи. Какой она будет, мы еще не знаем, пока только строим планы. Давайте полюбуемся фотографиями из архива Владимира Самарцева и вспомним, каким был канун Нового года в городе Куйбышеве. Здесь есть карточки начала 80-х, середины 70-х и даже 60-х годов. И здесь и площадь Куйбышева. Тогда она была украшена и подготовлена к празднику. Заглянем на детскую новогоднюю емку. И, кстати, узнаем, как советские граждане проводили свой новогодний досуг. Актуальная тема. И мы все-таки в нашем 21 веке совсем разленились. Сидим дома и думаем, чем бы заняться, когда столько времени в запасе. Совершенно с тобой согласен. То ли дело вот наши предки. Сегодня какое у нас число? 29-е, да? Вот, скорее всего, мой пра-пра-пра-пра-пра-прадед в это время не языком чесал и не на печи лежал, а вовсю колядовал. Ну, или лап теплел. Но, скорее всего, все-таки колядовал. С 26 декабря по 6 января на Руси устраивали народные гуляния, пели песни и ходили по домам. Это был настоящий карнавал с переодеваниями и настоящими светопредставлениями. Как хорошо, что в нашей губернии традиции не забывают. Марина Баркова посетила Красноярский район и поколедовала с местными в сласть. Историко-этнографический музей каменных изваяний Красноярского района предпочел встретить Новый год в компании козьих, медвежьих и соломенных физиономий. В день зимнего солнцеворота сельчане решили возродить народные традиции. Поэтому на окраине Красного Яра люди в звериные личины облачились не случайно. У наших предков, древних славян, начало нового солнечного цикла называлось Калядой. С момента, когда день начинал пребывать, люди славили новорожденное солнце. Ряжеными ходили по дворам, веселились и славили Калиду. Каляда, месик, да, паскон, борода, кто не даст пирога, уведем корову за рога, кто не даст лепешки, разобьем окошки. Выходили ряженые с клюками, с красными, которые обозначали солнце, луч, который пробивается сквозь зимнюю стужу. И ряженые, которые постарались напугать злые силы, чтобы победили светлые силы. И вот на сегодня, на празднике, мы постарались показать это дело, борьбу светлых и темных сил. Считаю, что для того, чтобы у нас хорошее поколение было, хорошее воспитание, патриотизм и дух наш патриотический здесь в народе воспитывался, обязательно надо опираться на наши древние славянские, древнерусские традиции. Гори, горь, ясно, чтобы не погасло! Гори, горь, ясно, чтобы не погасло! Дружные кричалки в помощь большому огню, куда наши предки кидали требы, жертвоприношения. В ознаменовании победы света над тьмой принято было сжечь костры. Кстати, красноярский костер на морозе долго не могли разжечь всем дружным хороводам. На этот счет вспомнили примету к долгой и холодной зиме. Победите, миленький, не сломай, не сломай его! Курный попор! Каледа, она как бы святки нашей. Так, хорошо. По идее это будет Рождество. Вот если по новому стилю, зарождение нового – это Рождество. А в славянском стиле – это Каледа. Каледа – это новое солнце. По традиции на Каледу принято закатывать и укреплять на возвышение колесо, что символизирует рождение нового солнечного цикла. На проводы зимы 22 марта колесо поджигали и спускали с горы. Это означало, что окрепшее солнце спускается на землю. Праздник собрал гостей не только из Красноярского района, но и со всей Самарской и даже Саратовской губернии. А также заинтересовал семью иностранцев, которые живут неподалеку от этого места. Как вам сегодня на этом празднике? Это очень интересно. У нас мы открываем традиции из России. И у нас это удивительно, потому что вы защищали ваши традиции. И у нас это важно, потому что где мы жили раньше, они завели традиции. И у нас это очень важно. А вы коренная француженка? Француженка, да. И предки, мама, папа, бабушка, дедушка тоже французы? Вы все знаете правильно. Мы видим дети, которые играют с бабушками, с дедушками, с родителями. И у нас это очень важно, потому что все люди живут вместе. На Калиду было принято в деревнях козам красить рога в красный или золотой цвет. Это означало лучики солнца, новую зарождающуюся зарю. Марина Баркова, Александр Дмитриев, утрогубернии из Красноярского района. Мы продолжаем. Доброе утро. Говорим нашим гостям Степан Косиченко и Кристина Балина. Здравствуйте, организаторы выставки «Город роботов». И с нами здоровается ваш питомец. Как его зовут? У него есть имя у этого пса? Это собачка Айба. Это легендарная собака от японской компании Sony. Что примечательно, то, что, к сожалению, эти собачки сняты с производства 10 лет назад. В 2007 году вышла последняя версия. Эксклюзивный образец. Абсолютно эксклюзивный. Именно. Так, с кем она? Она сейчас с вами беседует, да? Да. Она меня узнала, смотрит на меня. Она узнает людей? Я зарегистрирован как хозяин. Серьезно? Сорегистрирует. То есть у нее есть какое-то свое настроение? Да, она полностью самостоятельная, полностью автономная. И что она захочет, то она и делает. Да. Вот. Это меню. Сейчас я вам покажу, как мы немножко танцуем. Серьезно? Такая собака мне нужна. С меню, чтобы, если что, отключить. Не нужно выгуливать, кормить. Не нужно выгуливать, да. И она беседует, а у меня узнает, я зарегистрированный хозяин. Так, о чем она сейчас с нами говорит? Она сейчас рассказывает о своих возможностях и немножко нам их покажет. Давайте посмотрим. Класс. Здравствуй, здравствуй, дорогой друг. Опять же, удобно собака, сама себе поет. Сама себе поет. В автономном режиме она сама, когда хочет, играет с косточкой, захочет, она потанцует, может сфотографировать хозяина. При этом ей можно настроить, скажем так, ее распорядок дня, то есть она с утра будет возбудить. При этом она самостоятельно встает на зарядную станцию, то есть когда собачка устала. Она встает на зарядку, собственно, немножко отдыхает, потом продолжает свое... У нее кость своя, да? Да, это ее косточка. Она ее тоже узнает, она знает, да? Да, конечно. Это самый главный экспонат вашей выставки или есть еще более? Нет, самый главный. Один из, на самом деле. Расскажите об этом, что можно посмотреть. На самом деле у нас более 60 зон, все они интерактивные, помимо самих роботов, можно также поиграть в зону виртуальной реальности, зону дополненной реальности, есть зона 3D принтера, есть зона мастер-классов, где можно самому даже создать собственного робота и забрать его с собой домой. Вот это да. А насколько технологичным такой робот будет? Что это за робот? Ну, это, конечно, не такой продвинутый робот, как Айва. Нет, собаку не смогу ее сделать. Да, но, например, можно собрать робота-рисовальщика, который сам будет рисовать на бумаге круги. Вы рассказали о дополненной реальности. Что это? Это специальные очки, которые надевает человек, и его реальность дополняется, то есть появляются какие-то на экране, например, предметы. Да, предметы, можно, например, прийти в музей и, смотря на картину, будет высвечиваться про нее информация. Ну, вот, допустим, так. Ну, это удобно, да. А как вам попадают экспонаты? Как вам попало это милое создание? У нас собраны роботы со всего мира. Это и США, и Австралия, и Япония, и Южная Корея, и Китай, и, конечно же, Россия, чем мы очень горды. И самые классные экспонаты, и самые классные экспонаты, это, конечно же, российские, потому что они размером с человека, они разговаривают, с ними можно обниматься, взаимодействовать, они отвечают на вопросы и шутят. Они шутят? Да, они прям шутят. Они смешно шутят? Ну, у нас есть робот Кики, это такая девушка-робот, ростом с человека, которая, например, говорит, что она самая красивая на выставке. А на это в лицо девушкам говорит? Всем говорит. Всем говорит. Отлично. Российские роботы какие представлены? Вот как раз-таки робот Кики, девушка, она российского производства. Также у нас есть робот Василий, его зовут. Да, это робот тоже размером с человека, тоже он взаимодействует. А что Василий говорит, Кики самая красивая? Василий очень любит шутить. Он самый главный шутник у нас. Как прелесть. Скажите, а вот сейчас, в данный момент, пёс абсолютно себя автономно ведёт? То есть ему вздумалось поиграть, и он поиграл, сейчас включил себе музыку, потенциал? Ну, вот в силу того, что невозможно предсказать её поведение, я её сейчас продемонстрировал в игровом режиме. А в автономном режиме у неё совершенно произвольно. То есть она захотела поиграть, она поиграла, она не захотела, она просто покивает головой и скажет нет. Как я? Кстати, а вы с животными, с настоящими собаками как-то? У меня две своих. Да? То есть они всё, ну нормально, это наш андроид-друг? Да, почему бы и нет. Ну, почему бы и нет. У меня таких андроид-другов. Расскажите, кстати, Степан, по правой руке от вас. На самом деле я принёс двух роботов, скажем так, самых простейших к самым сложным. Это робот BQ Zoe. Компания BQ, это испанская компания, они занимаются, ну в частности, вот конкретно эта моделька робота, это робот, созданный для детей, чтобы познавать вот все, скажем так, аспекты программирования. Вот. Да, то есть он на базе Ардуина, это тоже очень-очень известная платформа. А что такое Ардуин? Это платформа. Нет, это платформа, это сама плата, она программируемая, причём очень просто, очень элементарно. Разработан такой способ программирования для детей, как программирование кубами. То есть нам не нужно прописывать скрипт определённый, есть уже вот собранный скрипт, он визуально вот в таком вот кубике, и мы просто эти кубики составляем. То есть вот дети именно вот учатся этому. Степан, скажите, пожалуйста, ну и Кристине, разумеется, вопрос, когда к вам можно прийти на выходные, у нас сегодня такая тема. На каникулах вы работаете? Работаете самое главное? Конечно, работаем. Мы открываемся 30 декабря и работаем до 5 февраля. И даже первого работаете. И даже первого работаем. И даже первого они работают. Потому что вот чем можно заняться на выходных. Вот один из вариантов. Ребят, спасибо, что заглянули. Демонстрируете вот таких вот потрясающих роботов. Мы не так много времени у вас встретимся, у нас с вами встретимся там, у вас, в городе роботов. Да, ждём. Счастливо, приходите обязательно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Мы прерываемся ненадолго и совсем скоро вернёмся в нашу студию. В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. В Самарской области за неделю зафиксировано 12 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Это на 6,9% больше, чем за прошлую семидневку. Однако, по данным регионального управления Роспотребнадзора, пока эпидпорог не превышен. Но преимущественно выделяются вирусы негриппозной этиологии, а также вирусы гриппа А, в том числе H3N2, так называемый гонконгский, и гриппа Б. Переживать не стоит тем, кто успел сделать прививки. Нужные штаммы в состав вакцины уже входили. А вот пик заболеваемости придётся, по прогнозам, на середину января. Чтобы сразу после долгих зимних каникул не уйти на больничные, в новогодние праздники медики призывают быть осторожнее и внимательнее к своему здоровью. Не переохлаждаться, по возможности избегать мест массового скопления людей, а главное, не заниматься самолечением. Ни в коем случае самим не лечить себя антивирусными препаратами. Сейчас это очень серьёзный вопрос. И всех хочу проинформировать, что аптеки отпускают антивирусные препараты только по рецептам. И это в интересах самих граждан. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Еженедельно информация об УПИТ-ситуации, меры профилактики размещается на сайте. Можете посещать наш сайт. В канун Нового года движение транспорта в центре Самары будет ограничено. Так уже с 13 часов 31 декабря нельзя будет проехать по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской. Также перекроют улицу Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Откроют движение только 8 метра 1 января. Самарская подъемка в новогоднюю ночь будет работать до 12 часов ночи. Тех, кто не успеет на метро, может выручить наземные. Общественный транспорт, автобусы, трамваи, троллейбусы будут возить пассажиров до 2 часов по наиболее востребованным маршрутам. Коммерческий транспорт продлит график работы до 4 утра. А также в ночь перед Рождеством с 6 на 7 января в районе Покровского кафедрального собора храма во имя Петра и Павлова. В честь Георгия Победоносца и Кирилла Мефодиевского собора автобусы и маршрутки будут ходить до 3 часов ночи. Губерния исполняет желание благотворительной акции нашей телерадиокомпании подошла к своей кульминации. Напомню, в торговых центрах Самары мы установили елки подарков, а украсили их детские мечты. Исполнили их наши зрители и теперь самое время дарить подарки. Принцессы-богатыри, пираты и волшебники играют снежками с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это те, кто загадал желание у елки подарков. Новый год! Новый год! Новый год! Благотворительную акцию телерадиокомпания запустила в начале декабря. Ее поддержали Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и наши зрители. Волшебникам нужно было взять одну из открыток на елке, приобрести соответствующий подарок и передать волонтерам. Точки сбора новогодних подарков для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, были организованы в двух крупнейших торговых центрах Самары. Новый год – это просто шикарный праздник. Мне он очень нравится, особенно то, что можно увидеть Деда Мороза и подарки. За несколько дней желание у елки подарков загадали около сотни маленьких самарцев. Эти дети ждут новогодних праздников особенно сильно. Не столько иногда нужна материальная помощь, сколько праздник. Нужны игрушки, нужно веселое настроение. Поэтому очень благодарны всем, кто откликается на нашу просьбу. Путешествие в сказку сегодня устроили волонтеры в Кенельском и Елховском районе. Благодаря каналу «Губерния» это чудо свершится, и все дети получат те подарки, о которых они мечтали. Подарки не только для себя, а для своих братьев, сестер. А наш новогодний десант отправляется дальше в Красноармейский район, чтобы исполнить самые заветные желания детей и укрепить веру в чудо, которого они так ждут. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Новости губерния. И пока на этом все новости. Увидимся. Благодарим за оформление студии профессиональных флористов садового центра «Вера Глуховой». Доброе утро! С вами снова ведущий Женя Плотников. И Саша Байдачная целый год. Мы добросовестно трудились. И вот наконец-то наступили все самые долгожданные новогодние каникулы. Как провести их с пользой? Вот этому посвятили мы наш сегодняшний эфир. Зимние праздники. Вообще-то это идеальное время, чтобы провести его с семьей. Порадуйте своих детей походом. Ну, например, на главную площадь нашей области. На площадь Куйбышева. В этом году там расположился целый новогодний городок. Горки, скульптуры, различные катки. И все эти развлечения к вашим услугам. Плюс роскошный выбор Дедов Морозов. И каждый с удовольствием покатает вас в своей упряжке. А после активных гуляний можно согреться в филармонии. Там со 2 по 6 января непрерывно дают любимые сказки. Конька-гурбунка и аленький цветочек. Ребята будут рады увидеть и услышать любимых героев. А вы сделаете им еще один новогодний подарок. Тольяттинцам же предлагаем отправиться с детьми в театр кукол Пилигрим. Маленькие жители города погрузятся в атмосферу русских народных сказок. Представление называется «Морозка». Вас ждут также каждый день и также со 2 по 6 января. А между прочим, театрализованное представление можно устроить и на дому. Это на заметку родителям, которые хотят удивить своих детей. Выберите красивую сказку, раздайте роли и погрузитесь в процесс. Декорациями вполне, в принципе, могут служить подушки, одеяло. Вот видите, такое действие надолго запомнится вашим детишкам. И вы получите истинное наслаждение. Актерские данные, кстати, говорят, тут совершенно ни при чем. Точно? Все точно? Говори, да кажется, у меня родился сценарий. Сценарий для такой постановки «Гамлет». Вот как ты считаешь? Бедный Йорик. Премьера, скоро ты приглашена. Жду. Спасибо. Обязательно буду, Женя. Обязательно. И тут как никогда актуален вопрос для телезрителей. Чем еще вы не хотите заниматься в новогодние каникулы? Готовиться к экзаменам. Дом сидеть, уроки учить, работать. Спать. Я не хочу спать в новогодние каникулы. Ни за что. Сдавать сессию. Я не захочу заниматься уборкой дома. Готовиться к сессии. Сидеть на месте, ничего не делать. Не встречаться с друзьями, просто сидеть дома и ничего не делать. Не хочется. Уроками школьными. Ну, наверное, плохими делами. Подготовка к сессии. Мне бы точно не хотелось работать. Мне бы хотелось отдыхать в новогодние каникулы. Еще один прекрасный способ провести новогодние каникулы – это сесть на диван с телефоном. И методично обзванивать всех своих друзей по списку с поздравлениями. Да? Ты знаешь, как раз к последнему дню каникул ты доберешься до своей первоучительницы. Не ожидал, что ты такой сентиментальный, Женечка. Давай-ка сделаем лучше вот так. Прежде чем звонить, посмотрим азбуку жизни и послушаем советы Елены Шишкиной. Кстати, ее тоже нужно не забыть поздравить. Запиши. В канун новогодних праздников, поздравляя родных и близких, мы невольно вспоминаем тех, с кем нас развела жизнь. Стоит ли поддаваться поры его и поздравлять бывших супругов и возлюбленных? Наш эксперт советует, прежде чем делать это, задать себе вопрос – зачем вам это нужно? Вы расстались, вы пережили. Прошло несколько лет, вы успокоились. Зачем вам хочется напомнить? Что вы хотите показать, что вами напрасно пренебрегли? Что у вас теперь прекрасный партнер, муж, вы очень благополучны. Это значит, вы не разорвали эмоциональных отношений. Это значит, вы пытаетесь кому-то доказать, что вот какая я классная, какая замечательная. Вот узнай, вот позавидуй, вот пойми это. Это значит, что вы по-прежнему любите, или я не знаю, каким это словом назвать, но вы пытаетесь миру доказать, что вы ценная или ценный. Когда в вашей жизни все благополучно, вам не нужны теплые слова от человека, который когда-то вас оставил. Но если вам по-прежнему хочется доказывать, что ваше расставание – худшая ошибка в его или ее жизни, очевидно, что рана в вашей душе не зажила. Единственный случай, когда поздравление обязательно, это когда вас объединяют общие дети. Тогда это не только знак хорошего воспитания, но и способ повысить настроение детям, которым важно видеть мир между вами. Если же вы используете торжества, чтобы примириться, честно скажите об этом, хотя бы самому себе. Если вы хотите примириться, тогда сразу себе честно. Я буду делать все для того, чтобы опять вернуть, опять перемириться. Тут, пожалуйста, полный карт-бланш. Поэтому задайте вопрос, что вы хотите. Если просто так, то не надо. Если есть цель – дети, или возвращение, или примирение. Хотя говорят, что разбитое блюдо не склеивается, я вас уверяю, хорошим клеем замечательно склеиваются. Звонит первым после расставания тот, чье напряжение выше. А ведет себя миролюбивый тот, чья жизнь после разлуки устроилась лучшим образом. Но если общение с секс приносит только негатив, не колеблясь, откажитесь от него. Почему не будет неэтично? Вы до меня не дозвонились. Это вовсе не потому, что я пренебрегла кем-то, а реально я не слышала. Телефон был в сумочке. Сегодня я забыла телефон. Мы же можем найти, помимо психологических защит, еще массу социальных оправданий. Вот через себя это очень тяжело сделать. Пока вы не остыли. Да, вот просто по своему состоянию. Не хотите – не берете. Не хотите – не берете. В конце концов, начало Нового года – замечательный повод оставить все ненужные контакты в прошлом. Мы продолжаем у нас в гостях Наталья Юрьевна Носова, директора и актриса театра «Самарская площадь». Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня выясняем, чем же заняться на каникулах. А чем заняться артисты в новогодние каникулы? В новогодние каникулы? 2 января уже начинаются спектакли. То есть снова работа. Уже начинаются спектакли. Взрастающие. Да, причем по два спектакля в день. То есть это не елки детские, а спектакли репертуарные взрослые, я имею в виду. Поэтому со 2 января в час дня и в 18 часов мы уже играем. Ну как же так настроиться? 13.00, да, на рабочий лад сразу. Я видел, у вас там роддом будет, просьба, нет? Да, это уже такая некая традиция. У нас есть уже даже традиции новогодние, что 25 декабря и 7 января все идут на рождественский обед. Я знаю, что идут по несколько раз. Вот именно каждый год приходят на этот спектакль. И 2 января все в час дня уже сидят на роддоме. Дом всегда отшлаги, всегда отшлаги. Но мы не расслабляемся, у нас 30-го последний спектакль, отдыхаем только 31-й и все. Есть ли какие-то в театре новогодние традиции, которые соблюдаются с года в год? Новогодние традиции? Опять же, роддом 2-го числа, новогодние традиции. 25-й и 7-й, это тоже новогодние традиции. Еще что-то есть? Или театр это настолько там рабочий ритм, что... Это рабочий ритм. Вот я вам хочу сказать, да, что пока мы были театром бездомным, пока у нас не было своего здания, то мы и 31 декабря работали. Работали 31 декабря, да, потому что много мест, где есть работать. И сейчас актеры стараются работать. Но когда только мы открылись, то есть репертуар, это все строго. Во-первых, ну, мы должны быть в форме, 2-го января все уже в форме, особо сильно не расслабляются. И очень много спектаклей, поэтому... Серьезно, серьезно, проходитесь к вопросу. А для детей новогодние сказки приготовили? Нет, в нашем сайте нет новогодних сказок. А потому что у нас фаинь имеет двух выходов, и нам нельзя, нам нельзя по пожарным нормам проводить новогодние представления. Понятно. Ну, с театром ладно. Но семейные ваши новогодние традиции есть ли у вас какие-нибудь? Семейные новогодние традиции есть, да. Поделитесь, пожалуйста. Я очень люблю наряжать елочку. Вот вообще, я уже сказала, что мы работали 31 декабря, и работали мы до тех пор, пока у нас не появилась в семье маленькая Катя, внучечка. Тогда мы стали дома справлять Новый год и хороводы водить вокруг Кати. Это правильно. Вот у меня новогодняя традиция, я очень люблю наряжать елку, и вообще квартиру очень люблю наряжать к Новому году. У меня такая интернациональная елочка получается, и с каждой стороны, где я бываю, либо на гастролях, либо отдыхаю летом, я покупаю новогодние игрушки. Вот, началось вот с этого шара из Монте-Карло, потому что я помню, была 40-градусная жара, мы идем вот в стакан воды где-нибудь найти, и вдруг новогодний шар. Так меня это поразило, когда в жару я начала собирать игрушки. И он был первым, да? Он был первым, да, он был первым, и когда зимой наряжаешь, то вспоминаешь лето, отпуск, либо какие-то гастроли. И получается такое двойное удовольствие, мало того, что наряжаешь елочку, еще и вспоминаешь. Ну вот это очень интересный шар ручной работы с арабским конем. Это из Арабских Эмиратов, такая ручная работа, небьющийся шар с арабской символикой, да. Арабский скакун. Как же это называется? Ленточка такая, ну да. А, ленточка с кисточкой. С кисточкой, да. Ну что ж такое-то, а что у меня с языком? Не знаю, как. Вот еще этот шар из Андорры, это тоже из отпуска. Ух ты, какая красотища. Да, с ангелочком, ангелочки. А вы когда-нибудь, вы всегда приезжаете домой на Новый год? Никогда? Нигде не отмечали, где-нибудь вдалеке? Или, может быть, специально уезжали на Новый год куда-нибудь? Мы на Турбазу уезжаем. Вот как только появился внученька, да, мы стали уезжать на Турбазу. Там у нас нет уже всякие традиции, мы ходим в лес, мы под елочкой находим там подарки, нам все время Дед Мороз составляет подарки там под елочкой. И вот такой младенчик из Будапешта, из Венгрии, вернее, даже из Сан-Тендра такой. Это скорлупа ореха грецкого. Такой младенчик. Вообще к младенчикам, к ангелам я питаю такую любовь. У меня их очень много. На елке висит, а вообще в квартире. А есть какие-то занятия, игры, в которые вы любите играть, тем, чем вы любите заниматься, именно уже в своей семье, на Турбазе? Активные игры. Знаете, у меня еще одна есть традиция, она не новогодняя, а рождественская. Когда я была маленькая, то для нас, для детей, самой главной елкой праздника, это было Рождество, вот 7 января. На 31 декабря нам долго не разрешали сидеть с столом, нас укладывали спать. Но зато 7 января это была детская елка, и мы приглашали всех своих друзей, к нам приходил Дед Мороз. То есть у нас в семье именно вот много детей собиралось, и родственников, и соседей. Тогда все было по-доброму. И приходил к нам Дед Мороз, и в валенки под елочку нам клали подарки. И вот эту традицию я сохранила теперь в своей семье. И у меня ставят под елку до сих пор все либо валенки, либо еще что-то. Ставят все и дети взрослые, да, и теперь уже внучка, и мы сами ставим. Очень добрая, хорошая традиция. Да, и Дед Мороз никогда не подводит. Возьмем на заметку, хорошо. А вот скажите, ну, насчет театра. Я бы хотел от вас услышать по поводу репертуара январского. Да, что ждать, когда пойдем. Например, знаете, вот вы как эксперт, как директор театра, вы подскажите, пожалуйста, нам вот по секрету. Например, на романтическое свидание. Вести девушку, ну или молодого человека. На какой лучше спектакль? Вот куда посоветовать? Романтическое свидание? Ну, у нас много вообще спектаклей для романтических свиданий. Ну, кстати, если взять ту же комедию «Роддом», я знаю, что очень многие приглашают на свидания не только на романтические, но и звонят, и говорят, срочно билеты. На этот спектакль не достанешь билетов. Срочно билет, хоть какой-то, хоть на стульчик. Мне нужно помириться с мужем. Вот почему на этом спектакле? Это вот неоднократные были такие звонки. Опять же, на заметку, чтобы помириться. Чтобы помириться. Вот. Есть еще такие комедии, тоже уже, которые очень давно идут. Там люди постарше любят эти комедии. Например, Фэн-шу или руководство для любовницы моего мужа. Тоже очень любят приглашать на свидание на этот спектакль, потому что там тоже о примирении. Но это люди немножечко уже постарше. Ну, очень любят ходить на комедии почему-то, на романтических свиданиях. Ну, потому что я не представляю себе на романтическое свидание, на Крутка. Если оно романтическое. Либо там на Чеховской чайке. Хорошо. Спасибо большое за инструкцию. Записали. Будем иметь в виду, да, январские праздники. Знаем, как провести. Спасибо вам. Спасибо, что принесли эти замечательные новогодние игрушки. И хорошего вам Нового года. И сегодня отличного дня. Спасибо. А мы продолжаем совсем скоро. Вернемся в нашу студию. Мы продолжаем у нас далее гороскоп. Овны, уже скоро вы сможете проявить свои способности убеждать. Вам удастся склонить на свою сторону тех, кого вы мечтаете видеть в своей команде. Тельцы, сегодня вам захочется расширить сферу своих интересов. Найти новое хобби или неизведанное поле приложений сил и интеллекта. В преддверии длинных каникул это более чем актуально. Близнецы, поссорились с любимым человеком? Не расстраивайтесь. Черная полоса скоро пройдет, и вы забудете причину вашей ссоры, а заодно поймете, что жизнь в разлуке с дорогим человеком скучна и пресна. Раки, пришло время всенародной оценки ваших заслуг. Ваш кропотливый труд не останется незамеченным, и вы можете рассчитывать на получение служебного бонуса и другие плюшки. Возможно, горячую плюшку из рук любимой прабабушки. Львы, самое время вспомнить о физической активности. Она вам сегодня необходима, что-то вы приуныли. Выберите себе комплекс упражнений, включите подходящую музыку, способ простой, но действенный. Девы, вам, чтобы почувствовать себя хорошо, противопоказано общение с людьми, настроенными в негативном ключе. К чему вам черные мысли? Новый год же на носу. Весы, вам давно пора навестить старших родственников, и не откладывайте до следующего года. Скорпионы, чем меньше вы сегодня времени проведете у компьютера или телевизора, тем лучше будете себя чувствовать к концу дня. Более того, не исключено, что вашу освободившуюся голову посетит гениальная мысль. Стрельцы, успех! Вот девиз этого дня. Не забывайте записывать свои идеи, они могут получить неожиданное развитие. Козероги, сегодня на вас смогут свалиться самые важные и срочные дела. Спасением станет разумное распределение проблем по степени важности. Главное, сохранять невозмутимость. Водолеи, самое время начать подготовку к Новому году. Хорошо, если вы привлечете к этому процессу всю семью, включая кота. Главное, не давать ему на хранение дождик. Рыбы, кажется, вы забыли купить новогодний подарок себе любимому. Это не дело. Постарайтесь выкроить хотя бы часок на поход в магазин и порадуйте себя хотя бы милой безделушкой. Я уверен, что мы накидали вам столько вариантов проведения досуга, что восьмидневных каникул будет попросту мало. Продумали ваш досуг сегодня Сашу Байдачную. И Женя Плотников. До завтра. Увидимся на канале Губерния. Ну что, Саш, календовать пойдешь. Самое время. Да, Женя, я уже прикупила пару черевичек. Черевичек. Пойду пройдусь по дворам, закину удочки. Новый год. Время подарков. Сделай подарок своим близким. Годовая карта фитнес-клуб Ботек за 2000 рублей. Узнай подробную информацию о любом из клубов фитнес-сети Ботек.